Для большинства обывателей это просто растение. Сорняк, который заполняет собой полезное пространство, мешает произрастанию нужной растительности. Иногда он растет вдали от глаз, и все бы ничего, если бы не категория неблагонадежных граждан, которые обращают на эту зелень свое особое внимание. Борьбу с ними, а также с растением, вести необходимо. Дикорастущая конопля каждый год появляется то тут, то там. Очередной очаг выявлен на этой неделе около села Калиновка. В рамках проводимых мероприятий сотрудниками МВД России по Сирьевскому району совместно с администрацией сельского поселения Калиновка выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли, с чем принято решение о ее ликвидации. На место прибыли глава поселения, сотрудники отдела МВД России по Сирьевскому району, а также представители административной комиссии. После осмотра территории, на котором произрастала конопля, было принято решение ликвидировать очаг возникновения незаконной растительности. Обычно для таких целей используют колесные или гусеничные трактора, но здесь, ввиду особенностей местности, работа велась с помощью триммера. Обычно привлекаем мы технику тяжелую, уже с дисками. А сегодня выявлен очаг в труднодоступном месте, где технику загнать невозможно, приходится вручную. Данные мероприятия на территории района проводятся ежегодно. Осуществляются они в рамках операции МАК. Сотрудники ОМВД ведут пропаганду среди населения, работают в тесном взаимодействии с главами поселений. На своей территории нам больше где известно, где обычно произрастает эта дикорастущая конопля, где летние лагеря, например, раньше располагались, где свинокомплексы, где молочные стадо находились. Именно такая, где она органика присутствует, там и произрастает дикорастущая конопля. Нам эти места более известны. И совместно с сотрудниками полиции мы проводим эту работу. Площадь произрастания в этот раз была значительная. Потребовалось немало времени, чтобы уничтожить всю незаконную растительность. Нет сомнений, такая же участь ждет и другие дикорастущие и не очень очаги, если таковые будут выявлены. Дмитрий Сурков, Александр Жуков, служба новостей телеканала «Радуга-3».